Корни идеи проекта, который Дарья Фатина успешно защитила на молодежном форуме, лежат в ее семье. Ухаживая за больным родственником, девушка поняла, для того, чтобы выздороветь, необходимо обычное человеческое участие. Ее проект «Мы за живое общение» получил грант на реализацию. Суть этого проекта – это еженедельные встречи в больнице с бабушками, дедушками, то есть с пожилым возрастом. И мы направлены на живое общение, чтобы помочь им побыстрее выздороветь. Этот проект очень тесно переплетается с тем, чему учат в Саровском медицинском колледже. Одна из дисциплин, которую преподают будущим медикам – правила общения с пациентами и их родственниками. Успешную защиту своего проекта Дарья помнит очень хорошо. Столько эмоций было. Ну, я старалась, все рассказывала. Администрации задавали вопросы, их очень много интересовало. Какое количество сейчас у меня есть людей, кого в дальнейшем я буду набирать. Создавая свой проект девушка в первую очередь руководствовалась соображениями милосердия и желания помочь ближнему. Она не ищет популярности и желания говорить всем вокруг «Я волонтер». Самое главное для Дарьи, по ее словам, каждый день делает окружающий мир чуточку лучше. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.